здравствуйте достоевский проездом так называется новая книга известного в крае журналиста комиссара галереи республика изо драматурга вадима климова сегодня он наш гость вадим здравствуйте рад тебя видеть я очень рад вас видеть владимир слушай поздравляйте с новой книгой написано пьеса экскурсия какой-то новый жанр такой но это не новый жанр это жанра наверное уже формирующийся последние несколько лет есть спектакли которые идут в виде пьесы то есть пьеса в виде экскурсии есть наоборот когда экскурсии показывают в виде пьес то есть это такое что-то новое формирующие алтай это точно первое такое ты знаешь не совсем вот у вас гостях был константин и он что-то по бармену и он что-то похожее в крепостном театре делал наверное и как раз увидев что он такой спектакль поставил я ему послал уже готовый текст у меня был готов этот и вот они кстати скоро сделают спектакль по этой пьесе кстати достоевский проездом под заголовок барнаул 1857 2021 год ну потому что в 21 году федору михалычу 200 лет поэтому естественно расскажи немножко предысторию сколько раз он был в барнауле потому что может не все на можно я вот чего начну дело в том что федор михалыч это единственный величайший писатель мировая звезда на самом который был в барнауле у нас есть много памятников писателям поэтом и ни одного памятника достоевского у нас даже есть маленькая коротенькая продакцально которая честно говоря в частном секторе если кто и зрителей интересует сможете поискать где на улице находится улица достоевского это удивительно потому что это могло бы стать бы и притяжением для туристов да это же еще и еще раз напоминала мы всегда мне была любопытна и интересна достоевский в барнауле был три раза есть серьезнейшие исследования елена сафронова сделала большую толстую монографию из алтайского государства университета она все разобрала досконально каждый шаг достоевского в барнауле он был три раза три раза в проездом оставлю останавливался на несколько дней до двух недель может быть ну и вот один из его приездов очень интересен и необычен произошло это в 1857 году то есть может быть он приехал в конце 56 года наверняка мог праздновать здесь день рождения петра петровича семенова теньшанскому который тоже в это время здесь бога удивительно зимовал в барнауле и вот был наверное рождественский бал может быть были какие-то еще встречи об этом всем так или иначе упоминают несколько людей на основе воспоминаний которых я все это дело и написал слушай ну здесь же замечательно еще иллюстрации какие-то неожиданные совершенно кто это местный художник да значит сразу задумав книгу я думал о том что будет иллюстрации не просто иллюстрация выставка в галерее республика изо иллюстрации 26 оригинальных рисунков сделал юрий гребенщиков это сейчас преподаватель института культуры и искусства это очень популярный известный художник в барнауле лауреат разных премий и будут эти работы показаны в цветном виде уже в галерее республика изо как раз юбилейные даты в начале ноября книги они черно-белые это оригинальные иллюстрации ну потому что мне хотелось сделать книгу в виде журнала я вообще сначала я сначала хотел ее сделать в рамках журнала ликбез но тут мы просто не успели потому что перевозить в петербург из петербурга все вот эти печатные дела оказалось легче сделать москве скажи на самом ли деле достоевский очень хотел жить в барнауле вообще как с чем это связано почему что это за история такая что он прям слезно просил оставить его в барнауле в письмах но в двух словах значит федор михалыч будучи уже даже прапорщиком или унтер офицером семипалатинский понимал что вы могут не выпустить в россию жить то есть где-то в москву и петербург нужно понимать что федор михалыч достоевский не знаю в вашем эфире можно навальный говорить покажу пожалуйста да так вот это в то время был человек популярнее навального это был величайший моднейший писатель который уже тоже была сужженка посадили он отсидел четыре с лишним годом вообще смертной казни ему грозил его хотели расстрелять да это дело петрушев все про это есть есть до предал что рассказал что такой петрушевский где жизнь закончилась его что в это время было это история что на самом деле и за что посадили эта история о мире в 1857 году и как это отразилось на барнауле и как развивался барнаул ну например для того чтобы понимать что такое барнаул в 1857 году в нем жило всего лишь 10 тысяч человек это кошагач небольшой это небольшой район и вовсе во всем алтайском крае было около двухсот тысяч сейчас у нас два с половиной миллиона поэтому большая разница но город же считался таким культурным центром да конечно и эта фраза замечательная барнаул это сибирские афины там есть и описано наконец кто ее сказал когда ее сказал к в каких условиях произнес и сударь михайлович и хотел жить да он хотел жить барнауле понимал что если его не выпустят то у него есть вариант жить только барнауле потому что это самый просвещенный город на тот момент но можно было в томске можно было в омске но как-то так вот он думал что барнаул потому что барнаул был особенным городом это все же горнозаводской округ тут были другие деньги в пьесе очень много про деньги о том сколько человек зарабатывает сколько тратится сколько на проезд заплачено сколько нужно денег на свадьбу с какие доходы есть сколько зарабатывает губернатор как воруют деньги горные офицеры и тому подобное удивительно действительно очень актуально на самом деле счет я читаю думаю что меня посадят но и там какая-то наверно любовная история да вот да конечно же всего жена не из барнаула но из кузнецкого федор михайлович в городе всеми палатинске будучи в солдатчине скажем так знакомиться с мари дмитриевна исаевой и у них появляется чувство ее вернее и мужем переводят город кузнецк ныне новокузнецк где муж ее скоропостижно скончался и федор михайлович мая дмитрий мария дмитриевна делает предложение она согласилась но были сложности была страшная любовная история был треугольник был четырехугольник были тетушки которые там пытались его выдать замуж он туда ездит как раз три раза и в конце концов вот в 57 году в феврале он женится в новокузнецке 6 февраля и едет обратно в барнауль один или женой уже женой она тоже была она была в барнауле и одно из самых необычных наверное явлений что барнаульское общество дамы барнаульского общества не очень-то ее приняли поэтому в тексте есть набор дам две самые главные это жена начальника горного округа и там еще несколько дам красавиц разных были большие любовные истории здесь барнауле правда что у него эпилептический припадок значит да все есть про этот припадок в этой книжке потому что это частый вопрос федора михайловича и до этого были нервные припадки но ему раньше врачи говорили что это только нервные припадки но нужно понимать когда тебя сначала чуть не расстреляли а потом пять лет держали в обыкновенной тюрьме в кандалах да и вообще все очень сложно в мире то нервные припадки легко могут быть а и только в барнауле доктор преображенский поставил ему диагноз впервые настоящий что это все же эпилепсия и приступ случился здесь при жене при друзьях этого задержала да там достаточно ну да вполне возможно что вот в конце февраля он пробыл здесь чуть подольше потому что пока переболел как он писал в письмах брату что вот тут меня прихватила болезнь я тут на лежал выздоровел и поехал опять служить семипалатин так что общество ее здесь видимо барнаульская не очень приняла хотя с другой стороны может быть и все сложилось по-другому просто через пару лет федору михайловичу разрешили выехать в подмосковье в тверь и он уехал туда вместе с женой вместе жена последний короткий вопрос действительно ли какие-то барнаульские реалии вошли в произведение федора михайловича достоевского ну ирина николаевна свободная считает что считала что дядюшкинсон был в какой-то мере написан по просьбе братья самойловых и такие известные горные инженеры и театральные деятели тех времен не те братья самуловы которые агата кристи у них тоже барнаульская история и про них тоже удивительные параллели просто мистические вот и да вполне возможно что дядюшкинсон начинался как пьеса для барнаульского театра есть косвенные доказательства этому но сам он нигде об этом не говорил и поэтому точно сказать писал ли он это для барнаульского любительского театра или нет непонятно ну да есть несколько фраз которые можно точно понять что они были в письмах они потом вошли в в произведение и наверняка они могли стать ключевым какими-то фразами связанными с барном вадим большое спасибо тебе за беседу за книгу которые я уверен прославит наш город еще раз привлечет к нему внимание потому что действительно достоевский это мировая знаменитость как мы сейчас бы сказали и спектакль который будет в основном театре мы еще не знаем как в ноябре до ноябре все спасибо большое удачи до новых встреч а я напоминаю что у нас гостях был журналист комиссар республики изо драматург вадим климов мы с ним говорили в книге достоевский проездом спасибо за внимание и до встречи